Евгений Нович уже осветил эпидемиологию и этиологию опухоли почек, поэтому я перейду сразу к классификации, к морфологической классификации. Несмотря на то, что впервые гистологические опухоли почки были описаны около 200 лет назад, еще в 1981 году в издании Возовской классификации было включено только 9 нозологических единиц. Но за последние 30 лет классификация значительно расширилась, достигнут большой прогресс в этой области и уже в 2004 году классификация включала 50 нозологических единиц. Эта тенденция сохраняется. Так, в 2013 году было соседание Международного общества уропатологов, на котором принят консенсус, в соответствии с которым будут внесены изменения в следующее издание Возовской классификации и в нее будет добавлено еще 5 новых эпителиальных опухолей, а также будет добавлено 3 провизорные единицы. Как уже Евгений Новымович сказал, на сегодняшний день представления наши таковы, что морфологическое разнообразие, морфологические проявления опухоли являются отражением ее биологии, отражением ее молекулярно-биологических особенностей в определенной степени. Классификация опухолей очень разнообразна. Они очень разнообразны по своей природе и включают себя не только опухоли, свойственные как раз для паренхемы почек. Это почечно-клеточные, метанефральные, нефробластические, мезонхемальные, смешанные опухоли, но и опухоли, характерные для любых тканей организма, которые также могут встречаться в почках. Что касается почечно-клеточных опухолей, они, конечно, составляют подавляющее большинство опухолей почек, это около 90%. На сегодняшний день Возовская классификация насчитывает 12 нозологических единиц, из них только две являются доброкачественными. Остальные это злокачественные опухоли. И грубо можно разделить их на две большие группы. Это светлоклеточные опухоли, которые составляют подавляющее большинство почно-клеточных новообразований. И несветлоклеточные, которые встречаются реже, но это большая гетерогенная группа, каждый из членов которой отличается своеобразием клинического поведения. Опухоли почек характеризуются длительным бессимптомным течением, как я думаю, все знают. Это связано с тем, что большинство почно-клеточных опухолей развиваются из клеток коры. И они могут длительно, экспансивно расти, распространяться к наружу от почки, не вовлекать структуры синуса и из-за этого не давать клинических симптомов. Хотя картикальные опухоли, безусловно, могут локализоваться в более центральной части, вовлекать почечную лоханку, что приводит к появлению гематурии, вовлекать в этой ситуации чаще почечные сосуды, формировать тромбы. Чаще это опухоли округлые. Реже встречаются опухоли медулярного вещества, которые по своей природе ближе к опухолям уротелиальной лоханки, и реже это опухоли, которые имеют четкий контур, они обычно склонны к инфильтративному росту. Ну что ж, светлоклеточный почно-клеточный рак составляет, как Евгений Намуч уже отметил, 70-80% почно-клеточных раков. Эта опухоль, при том, что это нозологическая единица одна, характеризуется очень большим спектром морфологических проявлений. Она характеризуется светлыми клетками, формирующими гнезда, цинарные или тубулярные структуры, которые разделены выраженной сетью тонкостенных сосудов. То есть биология опухоли находит ее отражение в морфологии. Вот эта склонность к ангиогенезу является характерным и гистологическим признаком этой опухоли. Часто формируются кисты, кровоизлияние. Спектр изменений характеризуется не только наличием структуры образования, но и степенью дифференцировки, степенью зрелости опухоли. И одним из факторов плохого прогноза является дедифференцировка или саркоматноидные изменения в этих опухолях, которые встречаются в около 5% случаев. И характеризуется формирование ветериновидных клеток, похожих на мезонхимальные, чагами некроза, высоким ядерным грейдом. Но другая сторона спектра светлоклеточных опухолей – это, скажем, кистозный мультилокулярный почноклеточный рак, который на сегодняшний день выделен в отдельную нозологическую единицу в связи с тем, что он имеет своеобразную морфологическую картину. Это мультикистозная опухоль, перегородки которой представлены фиброзной тканью воскалиоризированной. Они либо высланы, либо в перегородках встречаются небольшие группы светлых клеток, неотличимые по морфологии от светлоклеточного почноклеточного рака Грейт-1. Эта опухоль выделена в отдельную нозологическую форму не только из-за уникальной гистологической картины, но и из-за того, что не описано случаев ее прогрессии, рецидивирования или метастазирования. И большая группа не светлоклеточных почноклеточных раков, большую часть из которых составляет папиллярный почноклеточный рак. Это, в свою очередь, тоже гетерогенная группа. Как следует из его названия, гистологически это опухоль, которая представлена сосочками, сосочковыми структурами, в основании которых фиброваскулярная ткань. Сосочки могут быть высланы эпителием разного вида. В зависимости от этого выделяют два гистологических типа папиллярного почноклеточного рака. Они отличаются не только морфологическими проявлениями, но и биологическим поведением. Так, первый тип папиллярного рака – выстилка сосочков в данной ситуации – это один слой довольно мономорфных клеток с небольшим количеством цитоплазмы. Могут встречаться многочисленные мелкие псомомные тельца – это характерные слоистые микрокальцинаты. Вот эта опухоль характеризуется мультифокальным ростом в большой части случаев, но при этом склонна к медленной прогрессии, медленному опухолевому росту и имеет относительно невысокий потенциал к метастазированию и характеризуется действительно перестройками в гене МЕД. И второй тип папиллярного рака существенно отличается от первого. Это опухоль, как правило, с более высоким ядерным грейдом. Выстилка сосочков в данной ситуации – она псевдомногорядная. Это так называемая псевдостратификация опухолевых клеток, когда ядра опухолевых клеток располагаются на разном уровне относительно базальной мембраны и характеризуется широкой довольно эзенофильной цитоплазмой. Эти опухоли характеризуются гораздо более агрессивным течением, склонны к лимфогенному, гематогенному метастазированию чаще выявляются на более распространенных стадиях. Реже встречается хромофобный вариант несветлоклеточного почноклеточного рака – около 5% опухолей. Это также, как правило, солитарная опухоль, как правило, без участков некроза и кровоизлияний. Гистологически традиционно описывается бифазная клеточная популяция. Это крупные клетки со светлой цитоплазмой, со светлой эзенофильной цитоплазмой, четкими межклеточными границами, так называемые клетки по типу растительных клеток. И вторая популяция более мелких клеток с более яркой розовой цитоплазмой, которая может быть гранулярной. Для этого варианты рака характерны перенуклеарное просветление, ядра полиморфные, могут быть двуядерные клетки. Как правило, ядра с неправильными контурами, встречаются ядрышки. Чаще, конечно, мы встречаемся с более мономорфной клеточной популяцией. Эти клетки также формируют гнездные, аценарные структуры, трубулярные, могут быть просветы, могут быть кисты. И перенуклеарные просветления очень характерны для этой опухоли. И говоря, конечно, о хромофомном раке, нужно говорить об анкоцитоме. Анкоцитома – это доброкачественная опухоль почки, которая также состоит из анкоцитов, так называемых. Это клетки с широкой эзенофильной цитоплазмой. Она тоже встречается около 5% случаев и зачастую диагностируется на дооперационном этапе за счет того, что по данным КТ или МРТ может быть выявлен центральный звездчатый рубец в этих опухолях. Но это бывает довольно редко. И морфологически мы тоже отчетливые сформированные рубецы видим не так часто, как нам хотелось бы. Морфологически же это, опять же, гнезда из клеток с эзенофильной цитоплазмой. Как правило, в этих опухолях более выражена все-таки строма. Она может быть галлинизирована или отечная. Ядра мономорфные, то есть правильные, округлые. Ну, картина довольно похожа на хромофомный рак. Более того, в части онкоцитом могут встречаться такие поля более крупных клеток с более широкой цитоплазмой, более четкими границами, иногда с перенуклеарными просветлениями, что создает немало трудностей в дифференциальной диагностике. На сегодняшний день считается, что хромофобные опухоли почек представляют собой спектр. Анкоцитома и хромофобный рак являются крайними проявлениями морфологическими этого спектра, поэтому появление пограничных образований не является сюрпризом. И на сегодняшний день есть концепция об опухолях с неопределенным или с низким потенциалом злокачественности. Но так как эти опухоли появляются не так давно, возможно, существует их гиподиагностика, на сегодняшний день идет этап накопления знаний о том, как они будут себя вести. Также довольно редкий немелкоклеточный, и прошу прощения, вариант почтноклеточного рака – это опухоли из собирательных трубочек. Это опухоли по своим биологическим проявлениям, близкие к уротелиальным карциномам лоханки и по своей локализации. Это редкая опухоль, которая локализуется в медулярном слое, развивается из собирательных трубочек медулярного слоя. И она отличается существенно от других почтноклеточных раков тем, что это опухоль с более выраженной стромой, гораздо более выраженной стромой. Это отражается и в макроскопических проявлениях, и в рентгенологических. То есть это более плотная, волокнистая, фиброзная опухоль макроскопически. И она характеризуется высоким потенциалом к инфильтративному росту, высоким потенциалом к метастазированию раннему и за счет этого более агрессивному течению. Кроме того, гистологически она представлена железами неправильной формы, которые высланы клетками, как правило, с высоким ядерным грейдом, что, может быть, отчасти объясняет ее агрессивное течение. Такая несцепленность клеток, их разрозненность – характерное свойство этой опухоли. И фиброзная строма, конечно же, зачастую с выраженным воспалительным инфильтратом. К этой же группе относится медулярная карцинома почки, которая тоже встречается очень редко, но отличается высокой агрессивностью течения. Тем не менее, эта опухоль очень разнообразна в пределах нозологической формы по своим гистологическим проявлениям. Могут быть гораздо более солидные участки, которые мы должны дифференцировать с папиллярными вариантами почечно-клеточного рака. Зачастую это представляет большие сложности, и отчасти этот диагноз является диагнозом исключения. Как Евгений Намыч уже сказал, различия биологических свойств, как я надеюсь мне удалось показать, различия морфологических проявлений, они отражаются в том, что опухоли ведут себя по-разному и по-разному отвечают на терапию. Разные механизмы патогенеза задействованы в развитии этих опухолей, и они отражаются в их гистологии. На сегодняшний день существуют очень большие достижения в лекарственном лечении, таргетной терапии, которые отражаются в том, что и для несветлоклеточных почечно-клеточных раков есть перспективы лекарственного лечения. Ну и хочется несколько слов сказать, конечно, одно из очень частых неэпителиальных опухолей почек, которое очень разнообразно по своим проявлениям в пределах нозологической формы, это ангиомиолипома. По определению это доброкачественная опухоль, которая традиционно состоит из трех компонентов. Это зрелая жировая ткань, сосуды неправильно организованные с гелинизированными стенками, толстостенный и гладкомышечный компонент. Сочетание компонентов может быть самое разнообразное. И, собственно, в зависимости от того, как они представлены, и возникают определенные сложности. Зачастую, если жировой компонент представлен в достаточной степени, эта опухоль диагностируется на дооперационном этапе. За счет лучевых методов диагностики они могут выявить этот жировой компонент. Но если опухоль преимущественно стоит из зрелой жировой ткани, мы должны дифференцировать с лимпомой. Кроме того, эти опухоли характеризуются определенной степенью полиморфизма и даже могут встречаться липобласты. То есть в ряде случаев мы должны дифференцировать с липосаркомами. Другая граница спектра – это когда опухоль стоит преимущественно из веретиновидного мышечного компонента. При лучевых методах диагностики, если жировой компонент не выражен, но выражены гладкомышечные, могут быть кисты, кровоизлияние. Эти опухоли неотличимы от эпителиальных опухолей. И опять же для морфологов тоже возникают определенные сложности. При наличии участков некроза, определенного полиморфизма, мы должны дифференцировать ее с саркомами. Если же она мономорфная, мы должны дифференцировать ее с леомиомами. Но эта опухоль имеет своеобразный очень иммунофенотип, поэтому легко диагностируется. Но не надо забывать, что у взрослых могут быть опухоли нехарактерные. Для взрослых так и опухоль Вильмса может встречаться. Ну и в заключении хочется сказать, что опухоли почек очень разнообразны, их спектр очень велик. Кроме того, морфологические проявления в пределах одной нозологической формы могут быть очень значительны и даже в пределах одного опухолевого узла. И на сегодняшний день продолжается расширение классификации за счет выделения новых нозологических единиц на основании гистологических, иммуногистохимических, молекулярно-биологических особенностей, выявления новых путей патогенеза, которые в будущем могут стать новыми терапевтическими мишенями, которыми стали уже выявлены патогенетические пути, благодаря достижениям химиотерапии, таргетной терапии за последние годы, особенно в лечении редких по типам почно-клеточных раков, которые, тем не менее, отличаются своеобразием клинического поведения и ответа на терапию. Ну и хочется напомнить, что в этом году, ближе к осени, выходит новая гистологическая классификация опухолей почек в том числе и всего мочевого тракта, так что будьте в курсе. Спасибо за внимание. Я думаю, что это, скорее всего, хромофобный рак называют таким образом, потому что на сегодняшний день гистологического понятия онкоцитарный рак нет. Есть понятие онкоцитарная опухоль с неопределённым или с низким потенциалом злокачественности, как я пыталась сказать. То есть это опухоль, которая имеет строение более характерное для онкоцитона. Но при этом есть участки, которые могут быть в разной степени выраженности, которые по морфологии и по своим биологическим, может быть, иммуногистохимическим свойствам, более характерны для хромофобного рака. Но хромофобный рак сам по себе среди несветлоклеточных почноклеточных раков отличается несколько более индолентным течением, несколько меньшим потенциалом к метастазированию. Поэтому, в принципе, весь эффект этих опухолей более благоприятен, чем другие несветлоклеточные опухоли и светлоклеточные опухоли. Я почему задал этот вопрос? Потому что у нас возникла такая ситуация, и наши пароморфологи долго мучились с морфологическим диагнозом, и к иммуногистохимию делали, пришли к выводу, что это всё-таки вот онкоцитарный рак. Дело в том, что почему мы изучали этот вопрос? Потому что рецидив возник. Рецидив мы удалили. Назад, проверим, посмотрим, что это надо. Я думаю, что это паромофобный. Будущий вопрос, пожалуйста. Мы говорили, что достаточно большая проблема, существует потенциальная дежурная сеть англо-молитон с низким содержанием жира и светлоклеточного опухоли. Светлоклеточная морфология точно клеточного рака определяется тем, что в цитоплазме клеток опухоли, высокое содержание липидов и гликогена. То есть они не синтезируют жировую ткань, они синтезируют липиды внутриклеточные. То есть действительно в клетках светоклеточного почвенного рака высокое содержание липидов и гликогена – это их свойство логическое. Вероятно, это находит определенное отражение в рентгенологической картинке. Спасибо. Будут еще вопросы? Можно ли Англия Меоликон называть самой частой добро-качественной почвы? Нет. А какая самая частая почва? Я думаю, что кисты простые встречаются чаще. Мы тоже к ним относимся, как к облаку.